Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой АСМР канал! Меня зовут Лиса. Ну, вы, наверное, уже знаете. И сегодня у нас Мукбанг Чаепитие. Я решила, что давненько у нас не было тортиков, поэтому заролила сегодня в эту свою кондитерскую дома. Вот это мой любимый меринговый рулет с малинкой. Это кофейный медовик с грецкими орехами. Единственное, что, мне кажется, надо его разделить на две половинки. И вообще я не уверена, что у меня получится есть его вилкой. Он такой... О, боже! О, как-то так. Так, а еще, а еще... У меня есть вот такая конфета, которую мне передали из Германии в виде гостинца. Это типа от Феррера, но... Видите, такая она там в крошечке с ореховым кремом. Сейчас попробуем, что там за конфета такая. Ух ты! А, их там много. Их много, и они такие вот маленькие. Посмотрите, какая прелесть. Я тут прям выложу их. Ну, вот так-то лучше. Заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь горячего, бодрящего. У нас уже настоящая зима. У меня весь день там за окном падают снежинки хлопьями такими. Черный с бергамотом, с лимоном, без сахара. Как всегда. Как хорошо. Давайте попробуем сначала вот эту конфетку. А вот эта крошка, это орехи. Внутри там вафелька с каким-то кремом. Ну, короче, вкусно. Как вы знаете, мы на чаепитиях всегда с вами что-нибудь обсуждаем. Давайте я все-таки попробую вилкой, но... Да, ну не. Это невозможно. Простите, мне буду руками. Остановите меня. Господи, это очень вкусно. Невероятный крем. Как вы тут похудеть к новогодним праздникам? Скажите мне, пожалуйста. В общем, о чем мы сегодня будем с вами говорить, ребят? Сегодня мне хотелось бы поднять тему комплексов. О том, как они мешают нашей жизни. И о том, как с ними бороться. У меня есть что сказать на эту тему, на самом деле. Потому что у меня в юношеске, ну в совсем раннем там юношестве, да, было очень много комплексов. Я могу сейчас признаться об этом честно. Я не считаю это чем-то зазорным. Где-то лет там с 12-13, когда, знаете, уже проявляется такой первый интерес вот девочек к мальчикам, мальчиков к девочкам. Ты рано или поздно приходишь к тому, что начинаешь оценивать свою внешность. С точки зрения привлекательности и, в принципе, смотришь на себя впервые такими взрослыми глазами, скажем так. Я себе не нравилась категорически. Мне не нравилось абсолютно всё. Я была всегда самой высокой. Вот этот рост, который у меня сейчас, да, метр восемьдесят два. Ну я чуть ли не в пятнадцать лет уже была такого же роста. То есть я всегда была выше всех. Потом он резко остановился, а я такой и осталась, собственно. Слава богу, больше не выросло. Так вот, я всегда стояла на физкультуре самая первая. Была какая-то такая все нескладная, была очень худенькая. Сейчас бы мне такие проблемы, вот серьёзно, ела, всё подряд вообще не поправлялась. Знала бы я, как для меня потом это будет проблематично. Ну, в общем, тогда меня это абсолютно не радовало. Мои худые ноги, мои торчащие коленки, моя маленькая грудь. Вот. Как-то у всех девочек уже, знаете, хо-хо, а ты ещё как-то вообще даже детский лифчик себе не покупаешь. Вот я как-то от всего этого расстраивалась. Я помню в каком-то разговоре с мамой, ну, мы всегда с ней достаточно так близко общались. И я знала, что я могу с ней обсудить там все волнующие меня темы. И я помню, как я ей выкатила целый список всего, что мне в себе не нравится. Мама на меня смотрела совершенно квадратными глазами. Ну, и откуда, откуда, говорит, всё это в тебе, вот эти все комплексы. Ну, в общем, мама не могла понять, с чего они все взялись. Я понимала, наверное, потому что, ну, я не нравилась сверстникам. Понятно, что там в 12-13 лет ещё речь не идёт о никаких отношениях. Но, знаете, вот эти записочки любовные, вот эти школьные дискотеки, где меня никогда никто не приглашал. Я жутко по тому поводу переживала, потому что, ну, как это? Всем подружкам там на 14 февраля дарит Валентинке, а я одна, как идиот. Ну, как-то так это всё было в моих глазах. А потом, где-то лет в 15, я попала в модельную школу. Меня туда приняли благодаря моему росту, моим параметрам и всему остальному. Ну, вы знаете, для меня это был какой-то вот такой вот очень ключевой момент по переоценке своих ценностей, по принятию себя. Нас учили там красиво ходить, красиво двигаться, красиво говорить. У нас была даже техника речи. Были там какие-то уроки визажа. В общем, понятно, что большинство там девочек и тех, кто посещал эти курсы модельные, они были очень далеки от модельного бизнеса, и потом, в принципе, работу в нём не продолжили. Я продолжила. Но даже вот эти вот сами занятия мне очень много дали. Я впервые посмотрела на себя как-то красивую девушку. То есть я как-то до этого не считала себя там хоть сколько-нибудь привлекательной, да. А тут я поняла, что я могу подать себя и по-другому, собственно. И тут вдруг, я не скажу, что это произошло резко, но это произошло. Где-то уже там в конце 10-го, в начале 11-го класса я стала нравиться мальчикам. Я стала замечать на себе эти взгляды. Изменилась ли я внешне? В том-то дело, что нет. Я была всё той же девочкой, с тем же лицом, с теми же волосами, с тем же ростом, с той же фигурой. Ну, может, прическу немножко уже на первом курсе там поменяла. Я осталась всё той же. Изменилась подача. Изменилось моё отношение к себе. И люди это чувствуют и тянутся в ответ. И вот тогда я открыла для себя один очень важный секрет, если хотите, жизненного успеха. Вы привлекательны, и цены в глазах окружающих ровно настолько, насколько вы цените сами себя. Вот эта непреложная аксиома просто, она работает на все 100%. Пока вы сами себя не полюбите, как бы это... Ну, да, я понимаю, что это звучит банально и сбито. Но, ребята, это истина, которую невозможно истолковать никак по-другому. Пока вы не нравитесь себе, вы не будете нравиться никому. На самом деле, то, как люди воспринимают друг друга, да, то, как вас воспринимает окружающий мир, в большей степени это зависит от подачи. То есть от того, какую энергетику, какую информацию вы транслируете в этот окружающий мир. А что такое есть эта трансляция? Так это та самая уверенность в себе, та самая любовь к себе, симпатия к себе. И я неоднократно замечала потом эту фишку в жизни, что когда у меня есть настроение, когда у меня есть желание понравиться, всё пойдёт как по маслу, да, потому что загорается вот этот самый огонёк в глазах, ты чувствуешь кураж, ты чувствуешь себя протягательной. И неважно, в какой сфере это проявляется. На собеседовании, когда ты устраиваешься на работу, на дискотеке куда-то пришла потанцевать. Или просто даже, я не знаю, при знакомстве с какой-то новой компанией. Я сейчас даже не говорю о чисто взаимоотношении полов, да, просто, в принципе, твоё место в жизни. Это, наверное, только звучит так просто, да. Вы не думайте, что я говорю это не со знанием дела. Я тоже проходила этот путь, я тоже в какой-то момент пришла к тому, что чёрт, а я себе нравлюсь, нравлюсь вот такая, какая я есть. Да, высокая, да, возможно, там в тот момент худая, или чуть более полная, или какая там я ещё была в определённый промежуток жизни, да. Ну, я себе нравлюсь, я себя люблю. Понятно, это должно быть в пределах разумного, и люди с завышенным там ЧСВ, с непомерным самолюбованием, это всегда отталкивает. Нет, мы сейчас говорим о разумной, здоровой, любви к себе самому, о принятии себя таким, какой ты есть. Просто подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, критично прям, пускай критично, оцените и подумайте, вот что из каких-то недостатков внешних, или может быть физических, может быть, картавить или что-то ещё, что из этого вам прям категорически мешает полюбить себя. И постарайтесь это исправить, если это можно исправить. Если это исправить нельзя, если речь идёт о каких-нибудь лишних пяти килограммах, например, да, что в принципе легко поправить, если речь идёт о каких-то физических там или внешних недостатках, которые нельзя исправить, просто примите себя. Примите себя со всеми вот этими минусами и плюсами. У каждого человека они есть, никто не идеален. Я знаю, о чём я говорю, потому что у меня в возрасте трёх лет вырезали аппендицит. Операция была сложная. Начался АПЦС уже после того, как вроде всё прошло. Началось какое-то там нагноение. Господи, я тут про тортики и про аппендицит как раз в тему. Ну, в общем, не опускаясь подробностей, меня резали два раза. Мне было тогда всего три года. Никаких там супер-пупер косметических швах в хирургии делать тогда не шло. Вопрос реально решался на минуты, поэтому резали уже, знаете, как придётся. Поэтому у меня всю жизнь большой шрам на животе. Он не просто там, знаете, как у людей аппендицита, вот такой. Он вот такой. Я всегда очень сильно по этому поводу комплексовала. Мы ходили с мамой ещё, когда я в школе училась, в клинику пластической хирургии, где нам сказали, что убрать его с помощью лазерного вмешательства не получится. Единственный путь исправления этого ужасного шрама это под общим наркозом заново разрезать и сшить, но уже красивым косметическим швом. И тогда я сказала себе нет, это того не стоит. И вот я всю жизнь живу с этим шрамом и могу сказать, что он никогда ничему не мешал. Он не мешал моему моей какой-то реализации в модельной сфере, хотя, понятно, там показы купальников или белья, это всё было для меня закрыто. Но я к этому особо никогда не стремилась. Я всегда загораю на пляжах в открытых купальниках. Я не стесняюсь этого шрама. Это моё тело. Это его история. Да, вот так у меня получилось в жизни. Ну, что теперь сделаешь? У меня была идея, кстати, сделать на месте этого шрама. Какую-то татуировку, знаете, так через весь живот. Но потом я подумала, когда я буду беременна, если я буду куда-нибудь беременной, то этот шрам вместе со сверху татуировкой может превратиться вообще чёрт знает во что. Рисунок деформируется, это будет некрасиво. И как-то, короче говоря, я так его и не трогала. Так и продолжаю жить с этим шрамом. и не делаю из этого какую-то мега-проблему. Просто примите свои недостатки, которые вы не можете исправить. А если вы кортавите, не воспринимайте это как дефект речи. Пускай это будет просто вашей милой маленькой изюминкой. У каждого человека есть какие-то недостатки, не бывает идеальных людей. Точно так же, как, ребята, в принципе, красота, да, красота, привлекательность это всё, ну, такие субъективные понятия. И пока вы сидите и переживаете, что у вас там не идеальный нос или толстые ноги или, я не знаю, какие-нибудь дефекты речи, кто-то может увидеть у вас целый мир. Но это будет невозможно до тех пор, пока вы этот мир не увидите в себе сами. Только тогда вы откроетесь и люди начнут воспринимать вас так, как вы сами себя воспринимаете. Тут ещё надо сказать, знаете, такой момент, что современная вот эта индустрия красоты она навязывает нам стандарты, как должно выглядеть идеально красивое лицо, как должно выглядеть идеально красивое тело. нужно иметь, наверное, большую силу духа, чтобы противостоять этим стандартам и не наживать себе комплексов, если ваша внешность или там ваши какие-то физические качества далеки от этих идеалов. Мне под каким-то видео девочка написала комментарий, что дословно не помню, но что-то типа того, что у тебя такие ужасно тонкие губы, у меня вот всю жизнь фобия таких типа тонких губ, у меня у самой типа такая проблема. Вот как ты с этим борешься, не хочешь ли ты себе поставить типа туда гель, верхнюю губу, чтобы её немного типа подкорректировать. нет, не хочу. Мне нравятся мои губы, вот они такие. Если я их изменю, это буду уже не я. Я уже в каком-то видео, кстати, эту тему поднимала про хирургические вмешательства во внешности. Но опять-таки, если бы мои губы мешали мне принять себя, полюбить себя, да, я бы это сделала. но у меня нет такой необходимости. Красота навсегда в глазах смотрящего. Для меня мой муж, например, самый красивый. Хотя он почему-то не считает себя красивым. А я ему регулярно об этом сообщаю. Подшмок тут все тортики поела. Не существует, наверное, на свете некрасивых или каких-то совершенно лишенных обаяния людей, совершенно непривлекательных. Есть просто люди, которые себя не любят, которые себя еще не нашли в этом мире. И чем быстрее это произойдет в вашей жизни, тем быстрее вы, наверное, почувствуете себя счастливым. немножко смр-эффекта. Ребята, хотела вам еще в дополнение к всему вышесказанному прочитать одно прекрасное стихотворение. Его написал Эдуард Асадов и мне кажется, оно как нельзя кстати дополняет сегодняшнюю тему. Я не знаю его наизусть, скажу честно, поэтому прочитаю вам так. Стихотворение называется «Девушка». Девушка вспыхнув читает письмо. Девушка смотрит пытливо в тремо. Хочет найти и увидеть сама то, что увидел автор письма. Тонкие хвостики выцветших кос, глаз небольших синева без огней. Где же червонное пламя волос? Где две бездонные глуби морей? Где же классический профиль, когда здесь лишь кокетливо вздернутый нос? Белая кожа. Но гляньте сюда, если он прав, то куда же тогда спрятать веснушки? Вот в чем вопрос. Девушка снова читает письмо, снова с надеждой смотрит в тремо. Смотрит со скидками, смотрит пристрастно, ищет старательно, но напрасно. Ясно, он просто над ней подшутил. Милая шутка, но кто разрешил? Девушка сдвинула брови, сейчас горькие слезы брызнут из глаз. Как объяснить ей, чудачки, что это вовсе не шутка, и хитрости нету. Просто где вспыхнул сердечный накал, разом кончается правда зеркал. Просто весь мир разыряется там радужным, синим, зеленым, и лгут зеркала. Не верь зеркалам, а верь лишь и люблю это стихотворение. Я наелась уже, ребята. Половинку медовикам уже оставлю. Ну что, я надеюсь, раскрыла для вас, как смогла, эту тему про комплексы и борьбу с ними. Любите себя и будьте счастливы. А я вас тоже очень-очень люблю. Пока-пока!